Друзья, приветствую! Алексей из Москвы поделился данными лабораторного анализа масла Look Oil Genesis Armartec GC. Это German Car, немецкие автомобили, вязкостью 5,30. Вот некоторые соответствия данного масла. Масло использовалось в автомобиле BMW 730D 2018 года с 3-х литровым турбодизелем M57D30, 265 л.с., объем масляной системы 6,5 литров, общий пробег 100 тысяч километров, пробег на масле 6200 километров, при средней скорости 31 км в час, это 200 моточасов. И топливо использовалось от нефт Танека. Масло проверялось в лаборатории МИЦ ГСМ. Сейчас покажу вам бланк. Вот он. Бланк – это отработка. И давайте посмотрим дата отбора. Начало мая, 4 мая. Общая наработка – это пробег автомобиля и наработка на масле 100 тысяч. Пробег и масло отработало 200 моточасов. Так, первым делом индикаторы износа. У нас здесь железо 33, но это меньше половины от нормы. То есть, учитывая то, что это большой мотор, V6, плюс с цепями, это абсолютно нормальный показатель. Хрома – минимум, алюминий, медь. Минимальные значения, поэтому даже акцентироваться на них не стоит. Вот вызывает вопрос молибден в таком количестве. Не сам по себе молибден, а вот в таком количестве. 6 единиц. Ну, это что-то непонятное. Для чего и как он вообще попал. Кальция – 1900. Магний – тоже какое-то минимальное значение. 43. Тут капелька. В общем, вот цинк, фосфор, бор, кремний. Это понятно. Это здесь пыль уже дорожная. Так, значит, калия, натрия, воды и гликоля нет. Следов антифриза нет в масле. Топливо есть чуть менее процента. 0,8%. Масло эксплуатировалось апрель и март-апрель. Да, сажи – две десятые. Отлично работает топливное. Невысокие показатели окисления и нитрования – 14,8%. Ну, вот у меня вот сомнения вот в этих значениях по окислению и по нитрованию. Потом скажу, ну, объясню это. Значит, вязкость – 140. Ну, и ключевое, как бы, мощь и нейтрализующие свойства. Значит, щелочное – 351 и кислотное – 3,12. Причем щелочное померено правильным ГОСТом для отработки. Вот. И видно, что очень высокое, ну, достаточно высокое даже отмечено, лабой, высокое значение кислотного. То есть масло сильно закислилось. Какие-то окислительные процессы идут, да. Так, второй бланк. На этом бланке то же самое, что в первом, только добавлен вот справа столбец. Это данные по-свежему. Здесь в свежем тоже железо – две единицы. Вот. Ну, видимо, чем-то загрязнена проба была, не знаю. Все остальное по нулям, кроме, опять же, молибдена в таком количестве. Но здесь точно что-то какие-то остаточные, может, с другой партии, не знаю. Но вот очень подозрительные вот эти значения 6,5 по молибдену кальций. Также магний тоже на минимальных значениях. Непонятно, для чего он здесь в таком количестве. Вот. И посмотрите, да, цинк чуть подсел там на 70 примерно. Фосфор на соточку меньше стало. И бора на 200. То есть даже здесь видно, что по чуть-чуть срабатывается. Кремния в свежем было 4, в отработке 7. Но это антипенная присадка. Ну, опять же, воды гликоля нету. Топлива нету в свежем. Сажи, понятно, тоже нет. Сейчас посмотрим. Значит. Вот, окисление. Посмотрите, окисление было 12, стало 14. И нитрование было 6, стало 8. То есть эти значения выросли незначительно. Но зато значительно выросла кислотная. А это прямые. Это вот как раз окислительные главные процессы. И, значит, они напрямую влияют на кислотное. То есть кислотное выросло. А то, что вызывает рост кислотного, не выросло. То есть вот в чем сомнение. Значит, вязкость. Посмотрите, просело. Особенно хорошо видно на 40 градусах. Примерно 4,7% разжижилось масла. Ну и вот щелочное. Кстати, в свежем не было кислотного. Но, тем не менее. Щелочное в свежем 6,72. Но здесь МИДС немножко косякнул. И померили свежее. Щелочное в свежем ГОСТом для отработки. Поэтому заниженные данные, по моим подсчетам, должно было быть 7,5-7,6 в свежем. Так, ну и вот прогноз, пожалуйста. Что было, что стало. Да, кислотное я здесь поставил 1,9. Я проверял данное масло. У меня было 1,87. Да, здесь какое-то минимальное количество эстеров. Ну, к сожалению, сейчас спектр недоступен. Но, по-моему, там в районе 1,5% должно быть эстеров. Ну, и вот прогноз, значит. Мощь и нейтрализующие свойства 218 моточасов. 6,750 километров. И вот, видите, да, вот по нейтралованию 2000 моточасов. Какое-то слишком высокое значение. У меня максимально, что было на Туареге 3-х литровом дизельном. По-моему, даже это же масло 1,5 тысячи было. Ну, то есть, я думаю, что где-то вот так и есть, что здесь занижение примерно на 25%. Ну, и чтобы не говорили, что Лукоил какое-то плохое масло. Посмотрите, результаты тоже самые. Это лабораторный анализ, только сделанный в УРЦ. Топовый Мобил 1 ESP X3 040. Это тоже среднезольница, третье масло. И посмотрите, как он отработал. Тоже в BMW 3-х литровый, правда, бензиновый мотор. Но, тем не менее, 233 моточаса. Вот, и здесь хорошо видно разницу между дизелем и бензином. В бензине 511 моточасов. Ой, да-да, по нитрованию. А здесь 2000. Ну, пусть даже на полторы. Ну, примерно в три раза. Ну, и по вязкости тоже. Вот в бензиновом BMW более разжиженное масло. Но там зимняя эксплуатация была. Вот такая вот картина. В общем, сопоставимо Лукоил отработал с топовым Мобилом, на мой взгляд. Благодарю Алексея за предоставленные данные. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.